Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Воскресенье. В игре нет абсолютно никаких новостей и для меня это дополнительный повод заснять обзор на проходную машину. В свое время я говорил, что я собираюсь создать электронную библиотеку обзоров на все тачки, которые есть в нашей игре, ну и показывать вам проходные машины всех уровней, для того, чтобы вы понимали, чего вам будет стоить в нашем случае дойти до объекта 263. И вот завершающим финальным аккордом в данной ветке для меня лично является СУ-101, потому что на все остальные машины обзоры на канале Честное уже есть. И все они, кстати, ребят, разложены по интуитивно понятным плейлистам, поэтому если вас интересует, что вам будет стоить пройти всю ветку объектом 268 или объекта 263 или любого другого танка в нашей игре, то заходите в соответствующий плейлист. Ну а эти плейлисты я продолжаю пополнять все новыми и новыми видео, для того, чтобы, как я уже сказал, заснять обзоры прям на все машинки. Кроме того, ребят, немножечко спойлерну, буквально, буквально через тройку-другую дней в игре появится абсолютно новая крутая тачка, которая многим зайдет, а ее внешний вид, я больше чем уверен, удивит многих из вас. Хотите не пропустить обзор абсолютно честный от меня и быть одним из первых, кто увидит ее в реальных боях, пожалуйста, подписывайтесь на канал прямо сейчас и обязательно жмите на колокольчик. Только убедитесь, что у вас вот так вот открыты все уведомления с моего канала. Я стараюсь специально для вас и гарантирую, что вы этот обзор увидите первыми. Ну что, ребят, давайте будем возвращаться к СУ-101. Что за машина такая? Машина, которая реально заставит вас плакать. Вот серьезно, если вы находите за один шаг до СУ-122-54, которая в нашей игре является самой ДПМной машиной, то, ребят, СУ-101 это действительно, ну прям совсем страдалец, на котором необходимо выплакать все возможное для того, чтобы потом весело улыбаться на СУ-122-54, ну и перешагнуть на Объекта-263. Сегодня мы сделаем абсолютно честный обзор в стиле моего канала и заценим машину с двумя орудиями. Всего, ребят, предложено вам целых четыре и вариаций того, на чем вы можете играть, огромное множество, я бы сказал. Но в то же время, давайте будем говорить откровенно, как правило, данную машину просто проходит для того, чтобы перешагнуть на девятый уровень. Поэтому заценим сегодня базовое орудие и машину заценим с базовым орудием, с базовым двигателем и базовыми гуслями. Короче говоря, посмотрим, что вы реально получаете, как только открываете СУ-101, причем мы не будем ее снабжать еще и оборудованием. Ну, просто потому что, ребят, я лично считаю, что есть ребята, которые не готовы сразу вкидывать, ну, прям сумасшедшие бабки по серебру для того, чтобы с большим комфортом пытаться выстрадать ветку. Поэтому сыграем одну каточку на базовом орудии с вот таким вот отсутствующим оборудованием на полностью базовом состоянии машины. Ну, а потом оденем, я бы сказал, топовое орудие проходное, потому что есть топовое орудие не проходное, а альтернативное. Так вот, сыграем еще каточку на топовом орудии с топовым двигателем, топовыми гуслями, установленным всем оборудованием для того, чтобы почувствовать разницу, ну и для того, чтобы понимать, чего вам будет стоить пройти конкретно данную машину. А поверьте мне, ценник прохождения для вас в морально-психологическом плане будет очень существенным. И первым камнем, который полетит в огород данной машины, является уровень бронированности. И все бы хорошо, если бы там хотя бы орудие было какое-то крутое. А так, когда вы получаете базовую машину, вы получаете крайне, крайне слабую пушку на своем восьмом уровне, ребят, и крайне картонную машину в целом. Здесь даже с приведенкой 204 мм в рубке, которая не является поворачивающейся, то есть это монолит. Плюс к тому, ребят, мы имеем вот такое вот орудие по углу склонениям, что не сильно приятно и на дальних расстояниях, на каких-то ровных картах еще куда не шло. Но если вы перемещаетесь где-нибудь по холмам и барханам, то будете рыдать, страдать и плакать. Что касается поворота орудия вправо-влево, тоже оставляет желать лучшего. Сейчас переверну машину по-другому. Короче говоря, вам придется постоянно, постоянно, ребят, отыгрывать будет еще и корпусом. То есть добавлять поворота орудия, дотягивая корпусом, ну и, соответственно, теряя свой разброс. Короче говоря, по конструкции машина крайне неудобная, крайне неприятная. Ну и что касается живучести, то особой живучести, ребят, она не обладает. Сзади у нас просто-таки кладец для любителей забрасывать всякого рода фугасы. Ну а особенно на восьмом уровне, кто обладает хэш-фугасами, то прям вообще красота. Сюда бросаешь и можно, в принципе, даже на фулл урон вполне спокойно выйти и вынести машину ваншотом. Что касается сравнения с другими машинами на уровне, то я не вижу в этом абсолютно никакого смысла, потому что это не прям танк, это проходная машина и, по-моему, нет абсолютно никакого значения, насколько лучше или хуже играется ИСУ-152, которая является тоже проходной машиной в дереве Советского Союза. Это абсолютно две разные ветки и ведут к абсолютно разным машинам. Поэтому сравнивать не будем, но я думаю, что после всего сказанного необходимо обратить внимание на ТТХ по орудию базовому, на котором мы сейчас будем в бой заезжать. 6,6 секунд времени перезарядки. Просто красота, великолепно, всё супер. Нормальное время сведения, адекватный разброс, это при том, что я ещё оборудование здесь не ставил. Но, ребят, 280 единиц альфы, ну прям совсем, совсем в притирку, но правда недалеко дошедшая от Плинтуса. Ну а что касается угла склонения орудия вниз, то минус 2. Это, короче, ну просто ниже показателя в игре нет. Ну нет, у нас минус 1. Это разве что если бы просто приваренный ствол к танку, и он вообще никуда не движется. Короче говоря, минус 2, это просто жесть какая-то. Второе жестяное, что здесь есть, это уровень пробития. На базовом снаряде всего лишь 175 миллиметров, при том, что это, ребят, ПТХа, восьмёрка. Это не семёрка, не шестёрка, это восьмой уровень. Ну и понятное дело, что пробивать тяжёлые танки восьмого уровня на данном орудии, ну прям очень сложно. И подкалиберные снаряды 235 миллиметров, это опять-таки в притирку к минимальному адекватному значению. Короче говоря, играть действительно неприятно. Что касается осколочно-фугасных, то здесь 50 миллиметров пробития, и в целом это адекватная цифра, и 350 единиц урона. Но опять-таки, пойди поймай на данной ПТХе кого-то, кому можно закинуть нормально фугас. В общем, ребят, я думаю, что надо просто взять машину в её нынешнем состоянии и выкатиться на ней в бой. Я побежал пока за салфетками для того, чтобы сопельки потирать, ну а вы ждите начала боя. Итак, друзья, давайте попытаемся что-то сделать. Хотя на данной карте, с учетом того, что на так называемую линию тяжелых танков, вот туда к точке С, не поехал ни один тяж, и по его засвету на плюс-минус ровной площадке мы поиграть не сможем. Давайте попытаемся поехать с нашими ребятами и занять себе какую-нибудь плюс-минус подходящую позицию. Что касается угла склонения орудия. Ну вот, если мы стоим вот так вот, да, вот так вот встали, то вот вниз и всё, привет. То есть, если кто-то бы сюда подъехал сейчас к нам, то мы бы орудие вниз опустить уже не смогли. Это при том, что мы стоим немножечко под наклоном вперёд и всё равно не можем орудие вниз опускать. Ну, ужас, реально ужас в этом отношении, машина просто до безобразия дискомфортна. Я попытаюсь не то, чтобы из пальца высосать, но всё-таки найти какие-то позитивы в данной машине. Позитивом данной машины является довольно точное орудие. Я, по крайней мере, про базовое сейчас говорю. Оно действительно комфортное на дальних расстояниях. Если без засвета, но по засвету своих союзников вы кого-то будете выцеливать, то в большинстве своём вы будете попадать по своим соперникам и наносить им хоть не сильно большой, но всё-таки урон. И хоть какой-то, какой-то вклад делать в общее дело. Если говорить о ещё одном плюсе данной машины, то данным плюсом является вполне себе хорошая скорость поворота на месте. И не могу сказать, что прям закрутить вас никто не сможет. Но в то же время, ребят, по крайней мере, развернуться и поехать куда-то у вас возможность есть. Что касается поворота орудия вправо-влево. Его просто нет. Вот просто. Вот это вот всё, что мы можем себе позволить. Поэтому постоянно доворачиваем корпусом, увеличиваем разброс, который, кстати, ребят, я бы не сказал, что прям идеальный. И если уж говорить откровенно, то было бы неплохо, чтобы он здесь был немножечко побыстрее. Я имею в виду время сведения. Было всё-таки немножечко поярче. Потому что действительно, ну, край неприятно. Каждый раз, доворачивая корпусом, ждать, пока орудие сведётся. Ну, вот оно. Что касается разброса на дальних расстояниях, опять-таки, хотелось бы немножечко получше. Но в целом и так довольно неплохо. Что касается, ребят, подвижности в целом. Машина передвигается по карте, ну, очень хорошо. Действительно, назад не сильно, но вперёд. Для того, чтобы поехать и занять какую-то нормальную игровую позицию, очень даже. Так. Разговоры разговорами. Надо попытаться сделать хотя бы один выстрел. Сейчас подождём, пока кто-то появится. Ну, вот на дальних даже расстояниях, ребят, не получается. Нормально. Без нарушения сведения. Нормально выцеливать кого-то. То есть, переключиться с СМВ, допустим, на Йоха, который мог сюда поехать, я бы уже не смог. Потому что, поворачиваешь, всё, привет. Сразу начинается увеличение разброса. Это крайне неприятно. Есть такие ПТ-хи в нашей игре, на которых в этом отношении удобно играть. Ты можешь вполне спокойно следить за несколькими соперниками. И ожидать, когда кто-то из этих соперников допустит какую-нибудь ошибку. Ну и, соответственно, попадёт под раздачу вашего орудия. Что касается времени полёта снаряда. Время полёта снаряда не является идеальным. По крайней мере, на данной пушке. Более хорошую пушечку мы с вами заценим. Летит по дуге, летит долговато. И упреждение действительно необходимо давать. Короче говоря, это такой себе умелый снайпер. Почему говорю умелый снайпер? Потому что там действительно на дальних расстояниях, при полном сведении, ты стреляешь. И снаряд, как правило, летит в центр твоего прицела. Но, ребят, умелый именно потому, что может бить нормально только по стоящим соперникам. И если они начинают двигаться, для него это уже проблема. Потому что нужно высчитать упреждение. Нужно высчитать время. Ну не время, точнее, а вот эту вот дугу. И очень часто бывает такое, что немножко не рассчитал и выше танка пролетает. Короче говоря, на базовом орудии, в базовом состоянии данной машины играть действительно сложно. В то же время, хотелось бы отметить то, что у данной тачки, по моему скромному мнению, нет такой беды, как отсутствие возможности на ней нормально выкатать следующий уровень, не открыв полностью все оборудование. О чем я говорю? Я говорю о том, что если вы не откроете себе топовый двигатель или не откроете себе топовые гусли, то на вот этом орудии вы вполне спокойно сможете отыгрывать. Потому что подвижности и маневренности больше, чем достаточно. Да, вы можете существенно себе это все дело улучшить. Это прям действительно ощутимо в бою. Но в то же время в этом нет прям острой необходимости. И вы без этого справитесь с прохождением вет, ну, перехода на 9 уровень абсолютно спокойно. Что касается орудия. Если вы берете себе вот это орудие и на нем, соответственно, дальше будете катать, а в любом случае вам необходимо будет его открыть, вам имеет смысл именно на нем играть дальше. Потому что у вас увеличивается на целых 44 единицы. Уровень пробития у вас падает, точнее не так, не падает, поднимается уровень ДПМа. Если мы говорим о ДПМе здесь в 2544, то, соответственно, у вас здесь будет 2817. Если мы говорим с вами о количестве наносимого урона, то 280 это совсем не 310. Короче говоря, вот это уровень 9 орудия действительно гораздо лучше играется. Гораздо приятнее, гораздо удобнее. Если мы с вами сюда добавим еще все необходимое оборудование, но помните о том, что вы на это сольете существенное количество серебра и под очень большим вопросом находится то, а будете ли вы себе данную машину оставлять в ангаре, то, ребят, вы действительно не кисло поднимете себе ТТХ по орудию. Целых 3000 единиц урона, 6 секунд перезарядки там с копеечкой, 219 пробития, согласитесь, не то, что было раньше. Плюс, ребят, вы, правда, остаетесь с тем же минус 2 угла склонения орудия вниз, комфорта не добавляется, но в то же время у вас хорошее время сведения и довольно неплохой разброс. Короче говоря, сейчас возьмем машинку, возьмем голды, как я люблю говорить, от балды, просто для того, чтобы хотя бы пару выстрелов можно было сделать за бой в случае необходимости, и отправляемся в ангар, можно сказать, в топовом состоянии данной тачки. Я не буду сейчас катать еще на предтоповом и топовом альтернативных орудиях, ну просто потому, что я сомневаюсь в том, что кто-то из вас захочет потратить огромное количество потом и кровью заработанного опыта в боях на данной машине, для того, чтобы открыть себе топовое орудие, чтобы потом на нем заново зарабатывать весь этот опыт, чтобы открыть себе девятку. Гораздо проще, мне кажется, все-таки выкатать эту машину именно в ее вот таком состоянии, больше ничего дополнительно в нее не вкладывая. Стоит также отметить, что я сейчас катаю на 100% прокачанном экипаже, ну а когда вы получите себе эту машину, то у вас этого счастья не будет. Ну, может, конечно, быть, если вы прям совсем богатый человек и готовы тысячу голды слить на то, чтобы прокачать экипаж на машине, которая, как я уже сказал, скорее всего, в вашем ангаре не останется навсегда. И скорее всего, вы с этой машиной попрощаетесь, как только перейдете на девятый уровень. Ну что, поехали, попытаемся. Угла склонения орудия нет. Приходится выезжать на самый верх, и это крайне, крайне дискомфортно и очень-очень удручает. Тебе приходится показываться прям цельником. Вот сейчас я даже ниже, ниже той точки, в которую я выстрелил, стрелять не мог по одной простой причине, потому что туда орудие не гнется. Так, ну, разменчик, прямо скажем, пока такой себе, но с учетом того, что, скорее всего, этот товарищ играет, ну, блин, ну просто жесть. Нет угла склонения, не могу выцелить нормально нижний бронелист, точнее, передний бронелист данной машины. Ладно, давайте попытаемся еще раз, еще раз заехать, потому что, блин, ну, совсем, совсем не ее карта и совсем дискомфортная игра. Ждем окончания боя и зарываемся в следующую катку. Итак, друзья, поражение урона, как такового, не нанесли. Я, ну, как бы, себя снимать вину никакую не собираюсь, потому что понимаю, что, возможно, я там не кисло накосячил и на той машине, которая этого не позволяет, поехал туда, куда не нужно. Давайте попытаемся заехать еще раз и, возможно, получится чего-нибудь получше. Итак, поехали. С учетом угла склонения минус 2 орудия вниз. Я реально практически на каждой карте не могу себе найти нормальное место для того, чтобы можно было нормально поиграть на вот этих вот машинах. СУ-101, СУ-101М. Все это машины крайне сложно реализуемые. Именно из-за этого прохождения ветки к объекту 263 я лично считаю крайне страдальческим. Возможно даже в чем-то более страдальческим, чем прохождение веток ПТХ серии АТ. Сейчас дождемся Хелсинга, который появится. Блин, ну на машину даже наехал сейчас. Смотрите, наехал на машину. И все, привет. Ну, то есть, блин, реально хуже, по-моему, вообще не придумаешь. Это при том, ребят, что эта машина, она еще и ровно как ее собрат уровнем ниже, они абсолютно не обладают какой-либо живучестью. То есть, я бы еще смог смириться с таким углом склонения орудия и как-то на нем там отыгрывать и не сильно на это все дело серчать и нервничать, если бы я хотя бы мог в боях подольше держаться благодаря тому, что меня, допустим, сложно пробить. Тогда еще хоть как-то понятно. Но, по большому счету, с вот этими вот всеми минусами данной машины приходишь к тому, что единственное, на что ты способен, это держаться где-то очень-очень далеко от своих союзников, пытаться работать по их засветам. И это все приводит к тому, что, в принципе, бой, а точнее его исходы абсолютно не зависят от вас. Они зависят исключительно от ваших союзников, от их умений, от того, что они смогут сделать годного или негодного в бою. Вы же, к сожалению, полностью являетесь... Полностью являетесь зависимы от своей команды и от их результативности и успешности. Именно поэтому я считаю, что, ровно как и СУ-101М, точно так же эта машина, они заставят вас реально плакать и страдать в вашем движении к заветной десятке. Сам объект 263, он, в принципе, довольно неплохой. Хорошая ПТшка, да, не без проблем, но все равно стоящая вашего внимания. А вот дойти до нее действительно гораздо тяжелее, чем до Объекта 268-го. Там ветка гораздо интереснее, гораздо приятнее, но и, я бы сказал, даже в чем-то гораздо комфортнее. Вот такой вот он СУ-101. Наши результаты в команде по нанесенному урону. Да, мы на первом месте, и, может быть, мы могли бы сделать и больше, но, по большому счету, поверьте мне, играя на данной ПТхе, вы будете играть вот такие бои практически постоянно. Вне зависимости от того, вы будете делать это на топовом проходном орудии, или вы это будете делать на топовом альтернативном орудии. Исходы боев все равно будут зависеть не от вас, а ваш геймплей будет завязан на том, чтобы держаться как можно дальше от гучи событий, ну и практически не участвовать в боях, кроме как отстреливая по засветам союзников. Мне лично такой геймплей не сильно нравится. Я хочу все-таки активное участие принимать в бою. К сожалению, СУ-101 навряд ли предоставит вам такую возможность и заставит вас не кисло пострадать в походе к Объекту 263. Спасибо вам большое за просмотр, пишите свои комментарии, подписывайтесь обязательно на канал, ну а еще посещайте мои прямые трансляции, потому что на них мы проводим розыгрыши танков и других вкусняшек. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok